Новые технологии против старых проблем. Решать их за людей в скором времени будут роботы. И этот день уже не за горами. В подтверждении материал нашего корреспондента о конкурсе для самых продвинутых школьников нашего края. Называется он «Робофест Кубань». Проходит уже в четвертый раз. Организатор – Краевое министерство образования, науки и молодежной политики. Казалось бы, обычный конструктор лего, мельницы, бассейны и даже моря в миниатюре – все это элементы детского научного проекта. Придумали его академики. Так называется команда семилетних фундеркиндов из Кавказского района. Они знают, как рационально использовать воду. Если корпус насоса полностью заполнен водой, то при предании вращения рабочему колесу жидкость, находящаяся возле лопастей, будет отбрасываться от центра колеса к периферии. И далее вода идет под трубом в водосборную башню. Каждая деталь в этом урбанистическом пейзаже оправдана. Ведь его механизмы первоклассники обсуждали во время мозгового штурма. А направляет команду в нужное русло капитан. Алиса Седько занимается робототехникой целый год. Мне нравится работать. Я с детства очень люблю собирать из лего. И я очень хотела, чтобы в школе у меня был кружок. И моя мечта исполнилась. Теперь я езжу на соревнования. Участники из Белореченска тоже переживают за воду. Их проект о том, как ее опреснять и с помощью волн океана получать электроэнергию. Изюминка нашего проекта — волны, набегающие на песчаный пляж. Они работают за счет моторчика. Здесь ветрогенератор, который работает за счет зубчатой передачи. Здесь вот волновая электростанция. Под волной находится датчик качания. С экологией связаны почти все изобретения, представленные в младшей группе. А вот ребята постарше решали задачи посложнее. Они собирали роботов, которые могут выполнять определенные команды. Какие — зависело от жюри. Для каждой команды придумывали свое задание. Он состоит из обычного блока, слабого двигателя, трех датчиков освещенности. Мы говорим ему, чтобы он видел только белые цвета, более светлые. И когда он видит на двух датчиках светлые цвета, он едет прямо. А если у него что-то меняется, например, этот датчик видит черный, а этот белый, то он просто поворачивает направо. Современные машины здесь сортируют кубики, преодолевают препятствия, рисуют схемы и участвуют в гоночных заездах. Всего в этом году в битве юных изобретателей участвуют 250 школьников со всей Кубани. Однако они не столько соперничают, сколько обмениваются опытом. Робофест Кубань направлен на именно состязание, представление лучшего опыта в рамках научно-технического творчества детей. Мы ставим перед собой задачу в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование» расширение грани, чтобы каждый из детей мог попробовать себя в техническом творчестве. Когда-нибудь это творчество приведет к тому, что роботы получат свои ниши на рынке труда. Сейчас об этом говорят активно в разных странах мира. Эксперты пугают прогнозами, мол, многие профессии уйдут в прошлое. Но эти дети ничего не боятся. Участники робофеста уже в будущем, они уже сейчас создают мир, в котором мы будем жить. И нам, похоже, придется их догонять. Ольга Амурзакова, Татьяна Леонова, Артем Тумарь и Наталья Пилипко. Телекомпания «Краснодар». Татьяна Леонова, Артем Тумарь и Наталья Пилипко.